Сегодня для Краматорска и для всей Донецкой области очень важный день. 10 месяцев мы боролись за законопроект 4623, наконец-то мы его приняли. Было три разных версии, были проблемы связаны с нехваткой денег, с отсутствием денег, с дефицитом бюджета на 2016 год, проблема с позицией Минфина. Наконец-то этот закон проголосован и сегодня 17 районов населенных пунктов неоккупированной части Донецкой области наконец-то получают ресурс для восстановления инфраструктуры. Я надеюсь, что сейчас ускоренными темпами Донецкая ОДА, Павел Иванович Жибривский, который принимал в этом непосредственное участие, начнут делать те инфраструктурные изменения, которых народ ждет последние два с половиной года. Я благодарен всем своим коллегам, благодарен фракциям, которые поддержали этот законопроект. И теперь дело за малым, засучив рукава, работать с утра до ночи и показывать, что на украинской территории Донецкой области действительно власть думает о людях. Спасибо. Дмитрий Лубинец. Донецкая область. Мажоритарный избирательный округ. 60. Город Волноваха. Но я хотел бы обратиться к людям, которые живут в Донецкой и Луганской области. Действительно, сегодня мы проголосовали за закон, который отвечает всем требованиям наших избирателей. Посмотрите, кто проголосовал, посмотрите, кто принимал участие в разработке данного законопроекта. И начните, наконец, делать выводы, кто действительно представляет интересы Донецкой и Луганской области не на словах, а на деле. Я хотел бы поблагодарить всех своих коллег, которые принимали участие в разработке данного законопроекта, в голосовании за данный законопроект. И сказать, что все мы чувствуем последствия войны, которые есть в наших родных областях. Все мы критикуем власть за то, что не сделаны дороги, разрушены до сих пор мосты. Сегодня мы, наконец, получили финансовый ресурс для того, чтобы это все устранить. Устранить на благо людей, которые живут в Донецкой и Луганской области, на благо нашей страны. Слава Украине! Гребчин Алексей, фракция Батьківщина Донеччина. Фракция Батьківщина поддержала данный законопроект и в первом читании, и в другом читании. Нашими застережениями были следующие. Во-первых, мы благодарны коллегам, что они прислушались до нас и включили в порядок отновления за ци кошки гуртожитки и будильные, которые наложат к перемещенным вишеначальным закладам Донбассу, и тем, которые там были стационарно. Потому что у нас очень большая проблема с нашими науковыми установами. Они, которые приехали, они остались без своих помещений. Мы должны им помогать, а также собрать студентов и школяров, которые будут поступать до наших вишев, и дать им место проживания гуртожитки. И мы с месцевой владой про это договорились. Я сподіваюсь, что это будет, как науково, швидше реализовано. Также у нас есть очень большие застережения, и мы закликаем месцевых журналистов, активистов, чтобы они контролировали, как будут витрачаться эти деньги. Для того, чтобы не было жоднои коррупции, для того, чтобы не было деребану. Все должно идти через систему Прозора. Все должно идти прозорими шляхами. И если кто-то видит, что там будет зловживание владой, если там будут какие-то покусы, просим мы поведомляли депутатам напрямую, те, которые здесь стоят, через своих местных депутатов, для того, чтобы мы выслідковали все сигналы, возможно, дискредитация этой идеи, которую мы предложили. Благодаря этому законопроекту, который, я надеюсь, скоро будет подписан президентом, будут реализованы проекты по восстановлению инфраструктуры Донбасса. Продолжение следует...